Добрый вечер всем. У нас сегодня с вами семинар, посвященный графику отпусков. И поговорим непосредственно про график, и поговорим про отражение этого графика в программе 1С зарплаты управления персоналом, редакция 3-й, 8-й. Это обувь? Или это 8-2? 8, редакция 3-0. В облаке вы можете работать, программа все равно установлена где-то. Вы же той же самой программой пользуетесь. С вами сегодня я, Ганжа Людмила Юрьевна, ведущая преподаватель учебного центра «Специалист». Ну и сначала по традиции несколько слов про наш учебный центр. Надеюсь, что проходили у нас здесь обучение, поэтому и знаете о нас. Это у нас ведущий учебный центр по подготовке профессионалов в области бухгалтерского учета, налогообложения, 1С, кадрового учета. Проходит у нас ежегодное обучение более 4,5 тысяч начинающих и профессиональных бухгалтеров, налоговиков, специалистов по продуктам 1С. И лежит в основе комплексная программа подготовки специалистов. Поэтому, конечно же, у нас очень развернутый спектр всяких курсов по разным направлениям. И в частности, бухгалтерского учета – это и линейка, связанная с расчетами с персоналом по оплате труда. Ну а также есть целая линейка, связанная с кадровым учетом. Это и теоретические знания, и также, конечно же, линейка, связанная с применением программного продукта 1С. Проводятся практические семинары. По всем новинкам ежегодно мы проводим обучающие семинары в начале года, поэтому всегда следите за нашим расписанием. Законодатели очень творчески подходят ко всем законодательным актам в конце года, поэтому у нас всегда целая плеяда всех нормативных документов, которые имеет смысл обсудить в начале года. Ну и, конечно же, любимый курс 1С с разными направлениями для разных специалистов. Есть прикладное решение 1С «Зарплата и управление персоналом». Восьмая версия. И у «Восьмерки» у нее есть несколько редакций. В частности, многие работали до этого в 2,5. Сейчас работаем в тройке. Программа полностью синхронизирована с бухгалтерской программой. И, соответственно, ведя кадровый, например, учет и расчет зарплаты в приложении 1С «Зуб», «Зарплата и управление персоналом все сведения», практически сразу попадает в бухгалтерскую программу для отражения в учете и отчетности. Есть несколько курсов. В частности, у меня ближайший курс будет связан с расчетом персонала, расчетами с персоналом по оплате труда. 27 мая мы начнем заниматься специалистами именно в области расчета заработной платы. Будем работать здесь по воскресеньям с 10 утра до половины четвертого дня. Ну и также в субботу у меня, по-моему, группа, связанная с кадровым учетом. Специалисты кадрового учета. Тоже использование этой же программы. Тоже целодневное занятие. Что касается графика отпусков, непосредственно нашей темы обсуждения сегодняшнего. График отпусков является документом, обязательным как для работодателя, так и для работника. Так написано у нас в 123 статье Трудового кодекса. График отпусков представляет собой документ. Это есть унифицированная форма ТСИ. Утверждена она постановлением Госкомстата России давно уже. И на каждый год мы с вами составляем такой документ. График отпусков необходимо утвердить не позднее, чем за две недели до наступления года, на который этот график составляется. Если мы говорим с вами, ну обычная история, это 17 декабря, и соответственно, когда у нас будет ближайший следующий год, 19-й, мы должны будем до 17 декабря 2018 года составить этот график отпусков. При подготовке графика в первую очередь имеет смысл согласовать время отпуска тех работников, которые имеют право на него в удобное для них время. В частности, к таким категориям сотрудников относятся женщины, которые имеют двух и больше детей в возрасте до 12 лет. Старые постановления и все равно в среде общего списка у нас 423 статья Трудового кодекса. Мужья, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам, тоже имеют приоритет. 123 статья Трудового кодекса. Совместители. Чем они отличаются? Данной категории работников отпуск должен быть предоставлен в то же время, когда и отпуск идет на основном месте работы. Поэтому вы его обязательно должны согласовать с сотрудником, чтобы у человека на вашем предприятии отпуск был предоставлен своевременно. В соответствии с 267 статьей Трудового кодекса, несовершеннолетние работники имеют право на получение в графике приоритетных мест. Почетные доноры России в соответствии со 125-м федеральным законом. Супруги военнослужащих, которые планируют отпуск одновременно с супругом. 76-й федеральный закон, а также чернобыльцы. В соответствии с законом 1244-1. С таких сотрудников ваших лучше всего собрать заявления, в которых они укажут пояснение пожелания относительно даты отпуска. Эти заявления будут являться подтверждением того, что вы действительно предоставляли данным работникам отпуск в удобное для них время. Но помним о том, что сотрудник может в любой момент передумать и изменить желаемое время отпуска. В этом случае также имеет смысл заручиться соответствующим заявлением вашего работника. Что нам нужно отразить в графике отпусков? В график отпусков попадает список сотрудников, всех тех, с кем заключен трудовой договор. Указывается также в графике количество дней отпуска. То есть указывается то количество дней отпуска, на которое вправе претендовать тот или иной сотрудник. Лучше всего указать все-все дни отпуска, положенные ему. То есть у нас 28 календарных дней основного ежегодного отпуска оплачиваемого. Дни за тот год, на который составляется график отпусков. Сразу вопрос. Да. У меня вот такой вопрос. Если получилась такая ситуация, что у нас в прошедшем году он не полностью гулял по какой-либо причине. За ним остается против клавы, что он в следующем году возьмет в другое время. Мне указывать как? Оба. 28 плюс 10? Да. Что он не потеряет? Или я 28 планирую, а 10 он мне возьмет по заявлению? Нет. Вы проставляете в графике отпусков дни за год, на которых составляется график отпусков. И не отгуленные дни за предыдущий год тоже попадают в этот график отпусков. Вопрос. Остатков основного отпуска 210 за вредность, за высловы 5 лет, за НРД, за генармливый рабочий день 3. Если я распределю это на весь график, у меня рабочих дней столько нет. А как же вы так накопили 210 дней? Я вам расскажу, потому что я не знаю, не знаю, не знаю. Да, да нет. Конечно, и дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска тоже прописываем, да. Может быть, это за ненормированный рабочий день. Кто у нас там? Разные у нас есть основная вредность. Да, совершенно верно. Который положен работникам в соответствии с законодательством или на основании вашего локального нормативного акта какого-то внутреннего. Должны быть указаны предполагаемые даты начала отпуска. То есть здесь можно отразить как конкретную дату, так и просто месяц, в котором сотрудник уйдет в отпуск. Правда, если будет указан только месяц, то работнику нужно потом будет писать заявление на отпуск с указанием конкретной даты. А там же месяц? То есть в графике возможно указать. В программе 1С такого, к сожалению, невозможно. Пойдется график. Да. Теоретически мы это можем указать с первого числа, да. Но помните, что с первого числа он не планировал отправляться в отпуск. В этом случае у вас будет идти речь о переносе отпуска на какую-то конкретную дату. Если же дата будет указана в графике отпусков изначально, а работник уйдет в отпуск четко по графику, то тогда такое заявление писать сотруднику не нужно. Если в вашем графике отмечен только месяц отпуска, то тогда надо в локальном нормативном акте закрепить, что заявление на отпуск с указанием конкретной даты его начала работник должен подать не позднее, чем за две недели до ухода в отпуск. То есть в этом случае вы себя обезопасите по нескольким позициям. Это нужно для того, чтобы работодатель успел известить работника о предстоящем отпуске, и бухгалтерия должна своевременно рассчитать и выплатить отпускные. То есть это допустимо написание просто месяца, но это как следствие, как будто бы его там просто и не было. То есть заявление в программу не несешь. Дальше. Возможность разделения отпуска на части. График вы можете дополнить соответствующей графой, в которой работники распишутся, давая свое согласие на отпуск по частям. То есть важно помнить, что хотя бы одна из частей отпуска не должна быть меньше 14 календарных дней. Поэтому даже в графике, вот как правило, у нас специалисты высокой квалификации, которые в единственном, допустим, числе, их крайне редко отпускают на весь отпуск целиком. Вот главный бухгалтер, чтобы ушел на отпуск целиком на 28 дней, мне кажется, вообще представляет собой нонсенс. Что касается бланка. На первом слайде я вам показала бланк, унифицированную форму Т7, но работодатель вправе разработать собственную форму графика отпусков и закрепить ее как приложение к приказу по учетной политике. Ну, в общем-то, если вас устраивает форма типовая, то можно ею пользоваться. Зачем изобретать велосипед, если все уже и так в хорошем состоянии и работает, соответственно. Приказ об утверждении графика отпусков отдельным документом оформлять не обязательно, потому что на графике есть подпись руководителя организации. Кроме того, указывается дата утверждения и подпись, соответственно, ставится. Работодатель может издать приказ, например, обязывающий руководителей подразделений собрать и представить данные об отпусках, подчиняющихся им сотрудников для подготовки единого графика отпусков. Мы сейчас с вами не говорим о ситуациях, когда люди ходят в отпуск, а потом мы составляем график отпусков. Да, мы говорим о том, как это должно было бы быть изначально. График отпусков утверждается руководителем организации, или же, если вы работаете у индивидуального предпринимателя, то им. Причем при наличии профсоюза работодатель должен учесть при утверждении графика отпусков мнение этого выборного органа, профсоюза, на очередной год. После того, как график отпусков будет утвержден руководителем, с этим графиком мы ознакомим с вами наших работников. Иначе данный документ не будет являться обязательным для них. В этом случае, если вы хотите под роспись ознакомить сотрудников с графиком, то тогда желательно его добавить еще одной графой. С графиком ознакомлен дата подпись. Некоторые делают каким образом? Прикладывают лист. Приложение. Да. С кондицией для судебной партии проходят. Что именно? Приложение. Приложение, график отпусков, утвержденное. Да, утвержденное совершенно. Да, конечно. То есть варианты какие? Либо сделать приложение, либо дополнить графой. Да, соответствующий графой. Конечно же, составляя график, мы не можем предугадать заранее всевозможные кадровые перемещения. Например, увольнение работников, перенос отпуска, отзыв из отпуска. Поэтому изменение графика отпусков у нас просто не самого графика, а внесение в него изменений вполне неизбежно. Для отражения изменений используется граф из 7 по 10, дата унифицированной формы графика отпусков. В графе 7 отражается фактическая дата ухода работника в отпуск. В графе 8 указывается документ, на основании которого была перенесена планируемая дата начала отпуска. Таким документом может служить заявление работника с просьбой о переносе отпуска, завизированное руководителем. Но иногда бывает еще и уведомление. Когда в связи с производственной необходимостью мы вынуждены переносить отпуск нашего сотрудника. В графе 9 указывается предполагаемая дата отпуска, например, если работник решил перенести свой отпуск на период, когда его жена будет находиться в отпуске по беременности и родам. Природа, она и есть природа, и переносы здесь вполне возможны. В графе 10 отражаются различные примечания. График отпусков также имеет смысл дополнить графой с изменениями ознакомлен. Тогда ваши сотрудники будут ознакомливаться с этими изменениями после внесения ваших корректировок в этот документ. Кроме того, срок подачи заявления о переносе отпуска также лучше прописать в локальном нормативном акте, чтобы, опять же, бухгалтерия могла своевременно рассчитать и выплатить отпускные вашему сотруднику. Дополнение. Бывает так, что график утвержден. Утверждается, помню, в декабре предшествующего года. И, конечно же, к моменту начала отпусков у нас уже работают новые сотрудники. Отпустить человека в отпуск мы имеем право через 6 месяцев после его работы. В декабре сотрудник не работал, устроился на работу в январе, и в июле он уже имеет право на отпуск, соответственно. Что же делать с графиком в этой ситуации? Трудовой кодекс не обязывает работодателям вносить какие-либо дополнения в уже утвержденный график отпусков. То есть, вновь устроенным работникам отпуск может быть предоставлен только на основании их заявления. Правда, никто и не запрещает дополнять утвержденный график отпусков сведениями об отпусках новых наших сотрудников. Это можно сделать, утвердив дополнительный график отпусков, содержащий информацию о планируемой дате начала отпуска только для новых сотрудников, принятых в такой-то период, к примеру. Но если графика у нас не будет, то это грозит у нас, соответственно, штрафными санкциями. Хранить график отпусков мы должны год. В соответствии с перчнем, который утвержден приказом Минкультуры еще в 2010 году. То есть, срок хранения этого графика один год. Отсутствие графика наказывается штрафом, который прописан в Кодексе по административным правонарушениям, часть 1 статьи 5.27. Значит, для самой организации штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. И для должностного лица от 1000 до 5000 рублей. Индивидуальный предприниматель, как и работодатель, наказывается точно так же, как любое должностное лицо компании. То есть, штрафные санкции в размере до 5000 рублей. Конкретный код отпуска в табеле учета рабочего времени. Табель учета рабочего времени – это унифицированные формы Т-12 или Т-13, которые утверждены постановлением Госкомстата в 2004 году. И конкретный код отпуска указывается в зависимости от вида отпуска. Либо это у нас ежегодный оплачиваемый основной отпуск, либо дополнительный, либо по беременности и родам, либо учебный отпуск и так далее. В табеле вы выбираете вариант – либо буквенный, либо числовой код. Оба кода для себя выбирать нет никакой необходимости. То есть, если мы говорим про ежегодный основной оплачиваемый отпуск, в табеле он отражается двумя буквами ОТ. Дополнительный – ОД. Отпуск без сохранения зарплаты. ДО. То есть, дополнительный отпуск. Отпуск без сохранения зарплаты, который в силу законодательства мы обязаны предоставить – ОЗ. А кто помнит, какой отпуск без сохранения зарплаты мы обязаны предоставить по заявлению? Функционерам. Северным работникам. В случае без смерти. Свадьбы, роды. Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, например, тот, который предусмотрен коллективным договором. Отпуск по беременности и родам, буква Р. Мне очень нравится отпуск женский, то есть отпуск по уходу за ребенком, достижением трехлетнего возраста. А ежегодно дополнительные оплачивания кому-то предоставить? Северные точно получают дополнительный отпуск, да, соответственно. Ненормированные рабочие. Да, ненормированные рабочие. У нас много разных категорий людей, да, они все прописаны в законодательстве. Нет, вредность там другая как-то ставится. Он не дополнительный? Нет. Нет, вредность нет. Так, для учебного отпуска у нас буковка У, и для неоплачиваемого учебного отпуска УД, да, соответственно. Говоря об указании дней отпуска в табеле учета рабочего времени, важно отметить, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, не обозначаются буквами О, да, с отпуском связанными, а обозначаются буквенным кодом В или цифровым кодом 26, потому что такие дни не включаются в число календарных дней отпуска. В случае болезни работника во время отпуска, возможно, придется вносить исправление в табель учета рабочего времени. Например, сотрудник не продлял свой отпуск на дни болезни, а решил неотгульные дни перенести на другое время, соответственно. Что касается программы 1С, то предлагаю посмотреть непосредственно на примере работы с программой, да, то есть у меня здесь есть в слайде процедура, что нажать, что выделить и так далее, но мне кажется, что это проще проделать непосредственно в самой программе. База у меня частично заполнена, поэтому продолжу. График отпусков находится в разделе «Кадры», меню раздела «Кадры», и здесь у нас есть журнал, который называется «Графики переноса отпусков». Интерфейс СИМ знаком? Хорошо. «Графики переноса отпусков». Здесь у меня был составлен график на предыдущий год. На 18-й. Но в любом случае мы можем создать с вами график отпусков. У вебинара был вопрос. Был вопрос, как учесть при составлении графиков праздничные дни. Прежде чем составать график отпусков, вам нужно загрузить производственный календарь на следующий год. Тогда программа будет точно знать, какие есть праздничные дни. Я сейчас немного тогда отвлекусь. В разделе «Настройка» есть производственные календари. Еще раз повторю, что производственный календарь на следующий год надо загрузить до составления графика отпусков. Здесь вы выбираете соответствующий год. Вот сейчас он, видите, у нас стоит 19-й. Пока что мы не знаем производственный. Поэтому мы сейчас заполнить его. Я нажала «заполнить» по умолчанию. Но пока только один день известен. Кроме того, у нас это все произойдет гораздо позднее, когда будет утвержден производственный календарь. Но сейчас для того, чтобы создавать график отпусков на 19-й год, он мне просто жизненно необходим. И я вижу все даты, какие обозначены красным цветом, синим, черным, коричневым и так далее. С правой стороны переносы, изменения в производственном календаре, соответственно. Праздничные дни выделяются, вам видно цвет? Фиолетовым, таким розовым фиолетовым цветом. В отличие от выходных, воскресенье красный цвет. Ну, январские праздники тоже видно. Не очень хорошо вам видно, но видно, надеюсь. Бледно, но не очень. Да, бледно. А черные трудовые будни и коричневые субботы, как-то так. В общем, мы занесли производственный календарь. Если у вас каким-то образом регион отличается, и вы ведете учет в каком-то регионе, то, соответственно, надо сначала здесь произвести переносы. Ну, например, выделив нужную дату, что вы можете с ней сделать? Вы можете либо изменить день, либо перенести день. У нас есть, например, отдельные взятые области, в которых есть, по-моему, родительская или Радоница называется праздник, какой-то вторник после Пасхи. У них есть выходные дни в Москве, такого праздника нет. В Крыму день присоединения к России. Да, Ураза и Барама, прочие всякие праздники. Да, то есть эти все календари, соответственно, вы через изменитель и перенос приводите в соответствие с тем регионом, в котором вы работаете. И только после этого вы приступаете... Так, я его сейчас запишу и закрою. И после этого мы приступаем к созданию графика отпусков. Значит, еще раз повторю, раздел «Кадры» – графики переноса отпусков. По кнопке «Создать» создаем график отпусков. Если у вас ведется многоферменный учет, то у вас будет еще одно окно для указания компании, для которой вы создаете данный график отпусков. Указываете дату. Ну, помните, про дату мы начали с этого сегодня. Допустим, у нас с вами 15 декабря 2018 года. Нет, наверное, 14 декабря. Чтобы совсем не опаздывать и 17-м не отпиштать. Если вы создаете день в день, то в соответствии с вашим календарем, который сейчас на компьютере стоит, подставится нужная дата. Что у меня и было изначально в мае. Задает Светлана вопрос. А есть ли разные регионы, филиалы в одной организации? В программе 1С «Зарплата управления персоналом» все филиалы заводятся как отдельные компании. Они могут подчиняться какой-то головной компании, но вы ведете учет, создавая каждый отдельный филиал как отдельную компанию. Соответственно, производственный календарь в каждом филиале, как в каждой отдельно взятой организации, будет свой. Теперь, что касается табличной части. Табличный раздел заполняем в режиме подбора сотрудников. Можно нажать кнопочку «Подбор». У вас открывается огромный список ваших сотрудников. Соответственно, у меня их тут мало, у вас, возможно, их много. Выводится список только тех, кто Первое. Оформлен по трудовому договору. Это даже звучит вот здесь в шапочке. Как условия. Соответственно. Если у вас очень большой список сотрудников. Сочетание клавиш «Контрол А», английское «А», русское «Ф» на этой клавише находится. «Контрол А» позволяет выделить вам всех сотрудников для того, чтобы сразу всех выбрать в список, а не каждого щелкать по отдельности. А по подразделениям можно? Можно вид список. Да, вид списка можно по разным вариантам. Вид списка либо все сотрудники, либо подразделения. Пожалуйста, как удобно вам будет. И выбираем, нажимаем кнопочку «Выбрать». И весь список у нас с вами в табличной части. Если же вы хотите выбирать конкретных сотрудников и создавать для кого-то отдельно, то тогда мы пользуемся кнопкой «Добавить». Можно воспользоваться загрузкой из внешнего файла. Если у вас есть, например, вариант Excel или еще какой-то. Бывает так на предприятии, что есть управленческий учет и создается управленцами. Изначально график отпусков, а потом специалисты кадровые или бухгалтер, кто занимается этим вопросом, создают график отпусков в программе на основании уже утвержденного какого-то формата. То есть здесь при нажатии кнопки «Загрузить из файла» открывается возможность из внешнего файла выбрать и так далее. То есть это можно будет запомнить. В табличном разделе перечисляем ежегодные запланированные отпуска работника. Есть начало, есть окончание и то, что мы с вами говорили. К сожалению, мы не можем указать месяц. Но с другой стороны это даже очень и хорошо. Например, у нас, допустим, Плюшкин Степан Михайлович пойдет в отпуск и он относится к категории привилегированных. Те, кого мы в первую очередь опросили. И мы ему планируем, например, с 1 июля 2019 года. И, нет, в июле у нас нет праздников, да, но, к примеру, вы точно знаете, что по 28 июля он будет в отпуске. Либо в ячейке «Количество дней» указать 28 дней. И при нажатии кнопочки «Энтер» окончание указывается 28 июля, соответственно. Если мы говорим про месяц, в котором есть праздничный день, например, июнь, да, у нас в июне один день, 12 число приходится на праздник. Допустим, человек собирается идти с 10 июня 2019 года в отпуск. Что за день недели? Понедельник. И мы хотим его отправить на 14 дней, допустим. На 14. Да, к большому сожалению, у нас там, наверное, производственный календарь. Да, даже в феврале лучше. А, в феврале был. Хорошо, спасибо. Ну, с 1 февраля 2019 года по... Ух ты! 28 дней. Видно, да? У нас там был февраль, да, прошел по нашему календарю и прибавился один день. Так, если было 28 календарных дней, она бы нам посчитала по 28 февраля включительно. А так прибавился еще один день, 1 марта. А есть ли дроби? Есть ли дроби? А два риска первого? Да. Значит, у нас вот есть... Сейчас, секундочку. У нас Булочкин еще так же работает, как внутренний совместитель. Внутреннего совместителя нам в отпуск надо бы отправить когда? Наверное, тогда же, когда его как и основной. Поэтому я его отправлю с 1 февраля 2019 года. Тоже по 1 марта 2019 года. Васильевна Нина Петровна, мне кажется, она у нас работает специалистом по кадрам, если я не ошибаюсь, и мы хотим отправить ее дробно в отпуск. К примеру, она у нас пойдет, я даже не знаю, май, наверное, у нас сейчас не получится. Ну, допустим, с 1 апреля 2019 года на 14 календарных дней. Соответственно, представляется по 14 число. Но у Васильевой Нина Петровна, возможно, ненормированный рабочий день, и тогда еще ей нужно и дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. Что нам нужно сделать? Мы либо копируем. Копирование производится с помощью клавиши F9, либо правой клавишей мыши скопировать. Об этом тоже так же написано, что скопирование – это клавиша F9. Можно пользоваться таким образом. Копируется строчка, и строка с Васильевой Ниной Петровной появляется второй раз. Конечно, дату начала она подставляет в следующий день после окончания первой части. Но мы не для этого с Вами делили, чтобы ее прямо на завтра буквально сразу в отпуск и отправлять. Возможно, она пойдет у нас с 15, но только августа 2019 года. И, возможно, это тоже будет 14 дней. Здесь надо обязательно указать вид отпуска основной. И, кроме того, Нина Петровна еще заслуживает отпуск за ненормированный рабочий день. Поэтому я ее еще разок копирую. И здесь, конечно, с 29 августа вполне уместно отправить ее на 3 дня. К примеру, отпуска за ненормированный рабочий день. Там, где вид отпуска. Соответственно, у меня он уже прописан за ненормированный рабочий день. Ну а так, в общем-то, здесь можно не в самом графике, а первоначально надо будет зайти в вид отпусков и создать там такой вид отпуска, как отпуск за ненормированный рабочий день. К должности мы привязываем, да, соответственно. Но здесь в график автоматически это не подставляется. Да, ненормированный рабочий день. Извините, а ненормированный рабочий день? Если руководитель не отгулял, допустим, в 2018 году, в 2019 год могут обычный, основной отпуск продлеваться. А вот ненормированный, он продлевается или нет? Или все? Ну, он за тот год же у вас остался не отгулянный у него. Правда, за него есть возможность выплатить компенсацию, за него можно выплатить. То есть это по желанию сотрудника, каким образом вы это хотите сделать. Ну, он уже не сгорает, да? А у вас ИЛО прописано более двух лет, если ты не использовал, до свидания. У нас как-то по обучению, что если ненормированный не отгулял, извините. Да, и компенсация не выплачивается. Наверное, денежка выплачивается. Может быть, таким образом будет прописано. То есть если в этом году не воспользовался, то выплачивается в виде компенсации. Почему нет? То есть все это возможно. Ну, и я быстренько допишу, то есть основной принцип вы поняли, да? После этого вы нажимаете кнопочку «Провести». Если вы нажимаете кнопку «Провести» и «Закрыть», документ закрывается. Если нажать просто «Провести», он проведен. Информация, вами занесенная в программу, сохраняется. И график отпусков можно вывести на печать по форме Т7. Здесь унифицированная форма встроена в программу. Принтер и график отпусков, да? То есть то, что мы вывели, оно у нас вышло. Соответственно, документ мы выводим на печать, и дата составления подставляется та, которую мы поставили изначально с вами в документе. Сверить отпуска вы можете внизу, нажав кнопочку «Этот отпуск оформлен ли правильно?». Если документ был оформлен верно, появляется информационное окно с сообщением, подтверждающим правильность. А у нас с вами вышло окно с чем? Выходит комментарий, да? То есть по данным учета остаток дней отпуска на столько-то дней больше. Ну, у нас данное предприятие было создано 1 января 2018 года, поэтому график отпусков был утвержден на 2018 год. Многие ходили в отпуск, соответственно, да? Вот у кого-то не было остатков отпусков, у кого-то больше предоставляется и так далее. То есть если у вас не больше, то тогда она будет писать «Не найдено остатков отпусков», и тогда у вас все это будет проходить так, как нужно, соответственно. Так. То есть первичные у нас остатки отпусков не сохранены? Программа для того, чтобы... Можно. Можно. Сформировать. Можно. Да. Но они опять-таки сюда не подгружаются. То есть есть такая функция, чтобы из остатка отпусков у меня выгрузилась в график, чтобы я понимала, что да, действительно, там 60 дней. Будьте добры, мне это покажи. Нет. У нас есть отчетная форма по остаткам отпусков. То есть в разделе «Кадры», «Кадровые документы». У вас здесь есть два отчета «Остатки отпусков» и «Остатки отпусков кратко». «Остатки отпусков кратко выводится информация в разрезе видов отпусков. «Остатки отпусков» и «Остатки отпусков» и «Остатки отпусков» в разрезе рабочих лет. И здесь же в этом отчете будет и информация про отгулы неотгуленные, или дни, или часы. И все зависит от того, что у вас на предприятии оплачивается. «Остатки отпусков». Дата отчета. Ну, на сегодняшний день, 1 июля, нас, наверное, не очень интересует, да? На 1 января 2019 года. Мы видим с вами отчет, соответственно, пофамильно, да, с указанием подразделения и сотрудника. Какой отпуск ему полагается, да, соответственно. Вот. И какое количество дней, по какому отпуску полагается, и сколько дней осталось, соответственно. У кого красный цвет, значит, получается... Да, это вперед. Кто-то устроился позже, по всей вероятности, поэтому ему полагается пока еще на эту сумму меньше. Здесь же, сформировав один отчет, вы можете нажать на кнопку «Варианты отчета» и выбрать «Остатки отпусков» кратко. Так, начало этого дня, произвольная дата. Это мы ставили, что, 1 января? Сталкивались с таким? Справились с таким? Да не совсем. Значит, смотрите, если вас не устраивает вот эта полоса, которая не зафиксирована и не двигается, вы выделяете ячейку рядом с ней, нажимаете кнопочку «Еще», «Таблица», и здесь, видите, нажата кнопка «Зафиксировать таблицу». Если вы отжимаете «Зафиксировать таблицу», у вас все двигается во все стороны, которые вам нужно. То есть в данном случае мы более в свернутом виде, без разбивки по годам и интервалам, видим общую сумму задолженности по отпуску конкретного сотрудника, конкретного подразделения. Кроме того, есть разные варианты отчетов в программе, когда можно выводить через настройку, делать тот вариант отчета, который вам нужен, но более глубокое, конечно, изучение программы мы приглашаем вам пройти на наших курсах, соответственно. Это у нас кадровые отчеты. Что можно сделать с графиком отпусков? В графике отпусков, соответственно, мы видим с вами фактически отпуск-столбик. И у нас есть два варианта. Либо оформить отпуск, либо оформить перенос этого отпуска. Если ваш сотрудник готов идти в отпуск и не возражал по поводу его отсутствия в тот или иной период, то, соответственно, вы нажимаете «Оформить отпуск». Но вот такой вот график отпусков меня, как сотрудника компании, не очень устраивает по визуальному восприятию. Почему? У меня первый по списку идет Плюшкин, который должен уйти в июле в отпуск. Но у меня есть люди, которые, да, должны идти в феврале. Поэтому выделяя желтым цветом дату начала отпуска, я нажимаю кнопку «Еще» и выбираю «Сортировать по возрастанию». В результате в графике отпусков все располагаются именно по месяцу начала отпуска, по дате начала отпуска. А таблицу на печать можно вывести, чтобы кружить? Конечно. Спасибо. Напечать все, что угодно, пожалуйста. А отбойки просто правой кнопкой нажимаешь и там вывести в виде таблицы, вид списка, как и так называются. Чтобы это не играли пять отпусков было, а только те колонки, которые тебе необходимо вывести на печать. Да, конечно. Ну, здесь это все есть, да, то есть здесь можно изменить форму, можно показать, да, все это можно сделать. Значит, вы отправляете в отпуск человека, нажимаете кнопочку «Оформить отпуск», записать, да. И открывается документ, связанный с оформлением приказа на отпуск. Конечно же, дата месяц подставляется сегодняшний, хотя мы будем его отправлять не сегодня, а когда. Наверное, в январе месяце, перед первым февраля, хотя бы за недельку мы оформим этот документ, да, соответственно. Здесь у вас будет все прописано, соответственно, нужные вещи. И здесь хотелось бы сказать следующее. Я сейчас зашла в программу под полными правами администратора. Если заходить в программу как специалист по кадрам, есть у нас сейчас те, кто только является специалистом по кадрам. Да. К сожалению, отпуск у нас не дает возможности вот у кадровика доделать все до конца, и кадровик не видит всех начислений. Да, совершенно верно. С другой стороны, это большой плюс для вас. Почему? Потому что если заходить под полными правами, документ отпуск требуется обязательно провести, и только потом его можно будет вывести на печать, этот приказ. Если же вы работаете как специалист по кадрам, у вас таких сложностей нет, вы распечатываете приказ об отпуске, бухгалтер в дальнейшем видит непроведенный этот документ, заполняет все необходимые реквизиты для расчета отпуска, то есть все виды начислений и так далее, и так далее. И тогда уже конкретно проводит этот документ, и обязательно ставится галочка «Расчет утвердил». Когда вы заходите как специалист по кадрам, то, соответственно, этого окошка даже у вас нет, потому что расчет не утверден. А вот можно спросить, вот это основной отпуск, а как я в этом же окне могу добавить лишь дополнительный? Закладка «Дополнительные отпуска», «Предоставить дополнительный отпуск», и у вас появляется возможность выбрать вид отпуска, который вы хотите предоставить. Если вы предоставляете отпуск, например, только учебный, без основного, в этом случае вы заходите на закладку «Дополнительные отпуска», выбираете учебный, а на первой закладке снимаете галочку по основному отпуску. Кроме того, есть возможность провести отпуск, если у вас есть совместители, потому что Булочкин Олег Борисович имеет себя в двух лицах нашей компании, которая работает. И в этом случае отсутствие по другим местам работы, отпуск мы выбираем, так, у меня сейчас она заругалась, соответственно, да, вот, выбираем его должность и период отсутствия, да, и тогда у нас в этом приказе будет сразу Булочкин, который по основному месту работы, и Булочкин, который внутренний совместитель, они оба смогут пойти в отпуск, оба в одном лице. Так, здесь мне надо изменить все, и мы его отправляем, ну пусть 20 января 2019 года, здесь видите, все сразу, все сразу провести, а тут я добавила строчку, да. Документ проведен, соответственно, здесь после того, как появилась возможность отправить и внутреннего совместителя и так далее, да, вот. И что у нас в документе? В графике отпусков написано «Отпуск предоставлен, начисление выполнено». Если же сотрудник написал вам заявление «Не хочу идти в тот день, когда вы мне предлагаете», на основании этого заявления вы оформляете перенос. «Оформить перенос», нажимаете кнопочку и пишете, что вот сотрудник такого-то написал заявление. Вот этот запланированный отпуск и дату его начала мы не меняем, а мы меняем период, на который будет перенесен отпуск. Так, сейчас, секундочку. Например, с 1 июля по 14 июля. А вот совершенно не помню, у нас какие уже вносим реальные даты потом, да? Да. Вносим годом, да? Да. Все зависит, смотрите, теперь что касается в связи с. То есть, если у нас есть инициатива сотрудника и заявление сотрудника, вы ставите галочку «Перенос по инициативе сотрудника», и тогда на печать придет заявление о переносе. Если вы галочку не ставите и перенос идет в связи с производственной необходимостью, на печать выйдет уведомление. То есть, если я сейчас нажму «Провести», галочка «Не стоит», печать, уведомление. Ставлю галочку «Перенос по инициативе сотрудника», на печать выводится заявление. Я просто не написала «В связи с чем», вот здесь пропущено, потому что ячейка не заполнила «В связи с чем» для отражения этого учета. И вот здесь в графике у нас написано «Отпуск перенесен» и на какой период. А у меня переносит по 5 раз. Где еще? Еще столбцы, куда я переношу, или я уничтожаю? Вы можете график отпусков оставить в покое. У вас есть в разделе «Кадры, графики и переносы отпусков» создать перенос отпуска. И вы здесь будете видеть все заявления, связанные с переносами этого отпуска. То есть, вы будете делать каждый раз на основании нового заявления новый перенос. Если вам хочется уничтожать, пожалуйста, но только помните, что задним числом это делать очень печально. То есть, здесь в графиках и переносах отпусков, еще раз повторю, создав график, вы можете на основании графика делать отпуск, либо перенос. Но здесь же вы можете создавать и сам перенос. Это на первый человек, или я тоже могу оптом? Нет, перенос на каждого. А, одного. Перенос на одного, да. Сами же отпуска. Помните, мы говорили про сотрудников, которые не успели к графику и пришли, например, на работу уже в текущем году после составления графика. В этом случае в разделе кадров вы найдете журнал, который называется «Отпуска». И эти отпуска вы можете создавать не на основании графика, а просто по заявлению сотрудников. Да, совершенно верно. Обязательно эти переносы проводить, потому что мне электронная форма, она вообще не нужна в базе. У меня есть распечатанное утвержденное, и там я такие ношу. А там учитывать, если, например, он в марте решил перенести на сентябрь, я не вспомню, что у меня 3000 человек. Да, у нас заявление пишет, прошу перенести по семейным обстоятельствам. И каждый раз в графике одно, я хочу тогда... А можно не одинаково с ней совпадать? Абсолютно. Да. Вы можете не писать. Можете не писать. Просто если у вас будут эти заявления о переносе, вы тогда сможете на основании вот этого вот переноса, который мы здесь сейчас создали, да, сразу же ему сделать потом отпуск. В те дни, на которые он писал заявление. А что по переносу отпуска формируется, например, когда я в график перенос отпуска вношу, я потом в графике также сортирую по датам. У меня выходит за март, допустим, 300 человек, я раз, я раз, всем встречаю. Это 25. 25. Да, вот тут.